Правовые основания Арцаха на самоопределение Нагорный Карабах или Арцах – это маленькая непризнанная республика, расположенная в Закавказье. В древние времена регион Карабаха под названием Арцах являлся частью Великой Армении, представляя собой восточную окраину Армянского Нагорья. С древних времен на территории Нагорного Карабаха сохранилось богатое культурно-историческое наследие. В частности, в начале V века в Арцахе была основана первая армянская монастырская школа. С середины XVIII века на территорию Арцаха начали проникать тюркские кочевые племена, что привело к столкновениям с местными армянами. Армянские феодальные княжества, миликство хамсы, на территории Арцаха стойко держали оборону и свое самоуправление. В конце Русско-Персидской войны в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору Арцах-Карабах перешел под господство Российской империи. С развалом Российской империи в 1917 году на территории Закавказья образовались три республики – Армения, Грузия и Азербайджан. В 1918 году на территории Нагорного Карабаха, 95% которого составляли армяне, состоялся первый съезд, провозгласивший Нагорный Карабах независимой политической единицей. С 1918 по 1920 год в Нагорном Карабахе были все атрибуты государственности, включая армию и законные власти. С поддержки Турции новосозданный Азербайджан с мая 1918 года по апрель 1920 года объявили Карабаху войну, в ходе которой было убито и депортировано более 40 тысяч армян. Но даже таким образом им не удалось заставить народ Нагорного Карабаха принять власть Азербайджана. В августе 1919 года Карабах и Азербайджан договорились обсудить проблему статуса республики на Парижской мирной конференции. Однако после процесса советизации региона проблема выпала из повестки дня международных организаций. В августе 1920 года между Советской Россией и Армянской республикой было заключено соглашение, по которому российские войска временно дислоцируются в Нагорном Карабахе. 30 ноября 1920 года Ревком Азербайджана заявил о признании территории Нагорного Карабаха, в том числе Зангизура и Нахичевана, неотъемлемой частью Армении. Это было закреплено соглашением между Арменией и Азербайджаном в июне 1921 года. Текст декрета, принятого правительством Армении, был опубликован как в прессе Армении, так и Азербайджана. Это последний законный акт по Нагорному Карабаху во время коммунистического режима в контексте норм международного права. При прямом вмешательстве Сталина в ночь на 5 июля 1921 года было принято принудительное решение включить Нагорный Карабах в состав Азербайджана и сформировать на этой территории автономную область. Это явилось беспрецедентным правовым актом в истории международного права, когда партийный орган третьей страны, Российской Коммунистической партии большевиков, без какой-либо правовой основы или полномочий определяет статус Нагорного Карабаха. За весь советский период армяне Нагорного Карабаха не смирились с этим решением и на протяжении десятков лет упорно вели борьбу. За все время пребывания Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР власти, опасаясь армянского населения, создавали искусственные барьеры, такие как приостановка социально-экономического развития области, активное увеличение численности азербайджанского населения, уничтожение армянских памятников и культурных ценностей. В результате этого этническое соотношение населения Нагорного Карабаха изменилось. Если в 1923 году армяне составляли 94,4%, то по данным 1989 года процент армян снизился до 76,9%. С приближения момента развала СССР в 1988 году армяне НКО уже начали активно требовать присоединения с Арменией. В ответ на это азербайджанские власти организовали резню и этнические чистки армян на всей территории Азербайджана, в частности в Сумгаите, Баку и Кировобаде. А с апреля по май 1991 года вмешались также части внутренних войск МВД СССР, организовав операцию «Кольцо», в ходе которой была проведена этническая чистка тысяч армян Нагорного Карабаха, а также некоторых районов Армении. 10 декабря 1991 года население Нагорного Карабаха на референдуме подтвердило объявление независимой Нагорно-Карабахской республики, что в полной мере соответствовало как нормам международного права, так и букве и духу действовавших в то время законов СССР. Таким образом, на территории бывшей Азербайджанской ССР сформировалось два равноправных государственных образования – Нагорно-Карабахская республика и Азербайджанская республика. В ответ на объявление о независимости власти Азербайджана начали полномасштабную войну против Нагорного Карабаха. Азербайджан ни разу не прислушался к призывам международного сообщества, в частности, к закрепленным в резолюциях Совета безопасности ООН по Нагорному Карабаху прекратить военные действия и перейти к мирным переговорам. В результате войны Азербайджан полностью оккупировал Шауменский район Нагорного Карабаха и восточные части районов Мартуми и Мартакерт. Под контроль сил самообороны Нагорного Карабаха перешли сопредельные районы, которые в вопросе обеспечения безопасности сыграли роль буфера, перекрывая возможность дальнейших бомбардировок населенных пунктов Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. В мае 1994 года Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения заключили соглашение о перемирии, которые нарушались перманентными перестрелками на границе. Вплоть до 27 сентября в 7 часов 10 минут утра жители Армении и Нагорного Карабаха проснулись с оглушающей новостью. Началась война. Азербайджанская сторона начала наступление по всей линии границы Арцаха, осуществляя удары по гражданским населенным пунктам с применением реактивной системы залпового огня «Смерч», что является грубым нарушением международных конвенций. Малочисленному армянскому населению снова пришлось встать на защиту своих границ. Прямо сейчас 150-тысячное население Нагорного Карабаха при поддержке трехмиллионной Армении борется против объединенных сил двух экономически мощных государств – Азербайджана и Турции с общим населением 90 миллионов человек, которые вовлекают в свои ряды боевиков из террористических группировок Северной Сирии. Продолжение следует...